Сегодня у храма в честь иконы Божьей Матери неупиваемая чаша при Ульяновской клинической наркологической больнице многолюдна, хотя служба уже закончилась. Именно здесь проходит раздача горячих обедов для нуждающихся. Кто-то приходит сюда в первый раз, а кто-то, как Сергей, уже постоянно. Инициатором раздачи горячих обедов малоимущим гражданам является автономная некоммерческая организация по оказанию социальной поддержки гражданам доверия. Настоятель храма, отец Сергей Гордополов, с самого начала поддерживает энтузиастов и духовно кормляет членов благотворительной организации. Можно сказать, с нашего храма началось это кормление. Именно Володя пришел, группа доверия, они пришли и когда они предложили вот именно вот это социальное кормление, я, честно говоря, с радостью согласился предоставить свой храм для помощи. У нас в планах поставить еще здесь колокольню, который будет специально сделан киоск, чтобы люди питались уже не как вы сейчас видите на улице, а чтобы они могли именно под крышей, чтобы было действительно это более удобно и более цивилизованно. В этом году проекту Симбирской епархии, Спасского женского монастыря и организации доверия исполнилось 4 года. В монастыре готовят горячий обед, первое, второе блюдо и компот, который волонтеры доставляют к месту раздачи. Симбирская епархия оказывает финансовую поддержку и помогает закупке необходимых продуктов питания. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве. В настоящее время поддержку оказывает фонд «Доброе дело», пекарня «Тос», «Мостовая Слобода» и одно из городских кафе. В числе добровольцев на раздаче горячих обедов «Сестры Милосердия» участники движения «Симбирская православная молодежь» и просто неравнодушные люди. Горячие обеды раздаются также на приходе храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца в микрорайоне Киндяковка. Доброволец проекта Мария Кузнецова регулярно помогает здесь. «Прихожу я, вот мы расставляем столы. Мужчины приходят, они нам раскладывают, убирают столы. Я вот помогаю Оленьке, которая раздает первый и второй, я чай, раздаю хлебушек. Когда бывает бекон, когда пирожки, и всё это делаю я». Совсем недавно, один раз в неделю по субботам, раздача горячих обедов стала осуществляться при храме во имя преподобного Серафима Саровского в районе Дальней Засвияжьи. Настоятель храма, отец Никита, старается принимать активное участие в реализации проекта. «Естественно, мы общаемся с организаторами этого проекта, мы вместе находим даже иногда какие-то продукты для того, чтобы осуществлять накормление. Также храм принимает продукты от прихожан, от людей из окружающих домов для того, чтобы накормить приходящих людей. Также с этими людьми проводятся беседы, потому что они приходят, некоторых из них есть вопросы, которые они хотят за священнику и по своей возможности стараются на них ответить». Каждую благотворительную акцию посещает от 20 до 50 человек. Однако деятельность организации по оказанию помощи людям с зависимостями доверия не ограничивается одной только раздачей горячих обедов. Ее подопечные получают одежду и кров, а главное – надежду на реабилитацию и последующую адаптацию в обществе. Помочь проекту и поддержать его деятельность могут все желающие. «Очень актуальны мужские вещи, мужская обувь. То есть, если у людей есть возможность приносить, жертвовать, нам, пожалуйста, мы будем рады, мы принимаем и раздаем те же самые вещи нуждающимся людям. Люди могут прийти по адресам раздачи пищи, это первое, и либо связаться со мной, есть телефон организации доверия, который указан в нашей группе ВКонтакте». В планах организаторов – дальнейшее расширение благотворительного проекта. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия. Количество глобальных проблем в современном мире постоянно растет, а вопрос духовного выбора человека в непростое время стоит особенно остро. Эта тема обсуждалась во время встречи руководства и личного состава Управления Министерства внутренних дел России по Ульяновской области с митрополитом Симбирским и Новоспасским Лонгином и ректором Ульяновского государственного университета Борисом Костишко. «Эта встреча, она навеяна уже, наверное, временем. Это потребность личного состава в таких встречах. Это и духовная составляющая, это и научная составляющая. Послушать взгляды, их мнения. Сотруднику необходимо уметь определяться в этой жизни и реально оценивать складочную круг него обстановку. Учитывая, что я сам был участник этого мероприятия, и могу сказать, что такие мероприятия, они просто необходимы, их надо проводить как можно чаще с личным составом, для того, чтобы мы были крепки духом, сильны духом, а самое главное, чтобы это помогало нормализации наших задач. Митрополит Лонгин поблагодарил руководство и сотрудников УМВД за возможность встречи, а также за их служение. Владыка рассказал о том, с какими глобальными вызовами сталкивается современный человек, и о том, как к ним относятся православная церковь и православные христиане. Тем глобальным вызовам, которые мы перечислили выше, сегодня можно отнести еще одну происходящую нравственную катастрофу. Она не менее реально опасна и опустошительна, чем войны, эпидемии, природные катастрофы, землетрясения. Появился даже такой термин – расчеловечивание. Церковь называется процесс апостасии. Греческое это слово, которое переводится как отступление. Отступление от Бога. Нравственная катастрофа – это состояние, когда человек не хочет быть человеком. Что это значит? Бог дал, согласно священному писанию, человеку свой образ – живую или смертную душу. Это подпечатан сам Бог. Нормальное устроение человека – ввысь к Богу, к даму и к красоте. Ректор Ульяновского государственного университета, член общественного совета УМВД России по Ульяновской области Борис Костишко подготовил выступление на тему «Глобальные вызовы современности». Мне кажется, что в таком обсуждении люди устанавливают свою точку зрения. Не перенимают чужую, но узнают, что они сами думают по этому поводу. Я всего лишь предложил некие посылы. Надеюсь, что они кем-то будут восприняты. И, главное, может быть, какие-то хорошие выводы, которые помогут избежать проблем, связанных с этими глобальными вызовами. Может быть, эти выводы будут сделаны. Затем сотрудники УМВД задали вопросы митрополиту Лонгину и Борису Михайловичу. Их интересовало, что сегодня происходит с Русской Православной Церковью на Украине, какие пути решения демографической проблемы в стране видит Церковь и как следует относиться к различного рода раскольникам в Церкви. За плодотворное сотрудничество митрополиту Лонгину и Борису Костишко был вручен знак «80 лет УМВД России по Ульяновской области». Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня в редакцию нам поступили вопросы, на которые мы хотели ответить. Не раз слышал от своих знакомых упрек в сторону родителей, что их крестили, не спросив их. Может, действительно не надо крестить детей в младенчестве? Пусть вырастут и сами решат, где принять крещение. Ну, если подходить именно с этой стороны, что детей нужно обо всем спрашивать, само младенчество, ожидая их разумности и осознанности, то мы можем здесь, конечно, подпасть в великий соблазн. Мы можем, во-первых, дождаться возраста, когда будем спрашивать, во что их одевать, чем кормить, чем питать и чем лечить. Но мы понимаем, что как ребенок получает лечение, образование, во-первых, по наставлению родителей, по их, может быть, где-то даже вере, в их будущее и так далее, то и здесь крещение маленький человек принимает исключительно по вере родителей, по вере крестных, то есть людей, которые призваны помогать во всем родителям плотским. И поэтому, естественно, мы не ручаемся за то, каким вырастет этот младенец в будущем. Будет ли он верующим, будет ли он христианином. Но, по крайней мере, тот дар, который, кстати, с первых веков христианства в виде крещения предавался и младенцам, а младенцев крестили и сами апостолы, потому что мы из апостольских деяний знаем, что если апостолы крестили взрослых, то они крестили весь дом, и слуг, и рабов, и детей, и младенцев в том числе. Поэтому младенцы не могут быть лишены этого дара. Это как привитие к великой ветви Христу. Маленькая веточка, маленький человечек прививается через крещение Господу. И когда мы вспоминаем о слове крещения, в корне этого слова лежит слово крест. То есть младенцу прививается вот эта жертвенность, жертвенная любовь. И через эту жертвенную любовь, надеемся, и каждый христианин послужит Господу. Как Господь говорит, кто любит меня, пусть отвержится себя, возьмет крест свой, вслед меня идет. Вот это таинство крещения – это взятие на себя, креста Господня. Конечно, без объяснения родителями младенец не будет сам по себе уяснять, что такое крещение, для чего оно нужно. И, наверное, только тот выросший ребенок, этот упрек, скажет родителям, что зачем вы меня крестили, если не получал хотя бы начального маленького образования домашнего. Для чего меня крестили, зачем? Ведь часто крещение принимает, к сожалению, даже и меркантильных интересов, чтобы человечек маленький был здоров, чтобы присутствовало в его жизни эфемерное счастье, успех и так далее. Но все это не так. Все это лживые и неправильные цели, которые ставят родители при крещении детей. Единственная цель крещения – это приобщить ребенка к кресту, к христианству, приобщить ребенка к Господу, чтобы на ребенка снизошла благодать Божия. Но как любая благодать растрачивается и истощается, если ее не поддерживать, как не подливать масло в лампаду, так и тот же самый младенец, если не поддерживать в нем веру, не укреплять эту веру. Да и взрослые тоже этим страдают. Часто в нас вера, она моментами ослабевает, а моментами укрепляется. То же самое касательно и детей. Мы должны со своей стороны постараться вложить в них все возможное, рассказать о Христе, о Евангелии, о евангельских событиях. И в этом смысле, конечно, выросший младенец не задаст вопрос, почему меня крестили в детстве. Но крещение – это дверь в собрание церковное. Без крещения невозможно за человека молиться, это уж если исходя из практических побуждений, то как ты за некрещенного будешь молиться? А с другой стороны, конечно, крещение – это баня так называемого паки бытия, то есть вновь рождение. Человек рождается дважды в этой жизни, христианин. По-плоскому рождается от родителей, да, и по-духовному – это от Господа через таинство крещения. И если правильно родители будут подходить к этому вопросу с рассуждением, подбирать крестных и сами, не просто как к формальному обряду, то действительно это принесет в свое время нужные плоды. К нам пришел следующий вопрос. Зачем звонят в колокола? Откуда пошла эта традиция? И надо ли креститься, услышав колокольный звон? Вообще, традиция колокольного звона, она, скажем так, снисходит в Ветхий Завет. Только тогда на богослужение вместо колоколов созывали звуками труп. Потом уже, ближе к новозаветному времени, стали бить в специальные билы и клепалы, скажем так, в такие деревянные или медные полоски, или трубы, да, в которых, ну, которые издавали громкий звук. И всем в окрестностях было ясно, что настало время идти на богослужение в храм. И вот уже с V века по преданию святителю Павлину, епископу, да, во сне явился ангел Божий, показал на цветы колокольчики, да, и сказал, что вот как бы можно в виде этих колокольчиков вылить определенные колокола, да, из металла и созывать с помощью их. Да, и так стали действовать сначала в Западной Церкви. Мы знаем, что до XI века Церковь была едина, да, а потом в греческой тоже, в Восточной Церкви начали более и более приживаться колокола. Но самое большое распространение колокола, конечно, вошли именно на Руси, на Святой Руси, да, где колокола именно полюбили, очень полюбили, и они вошли в устав, в типикон, да, колокольные звоны вошли в устав, это теперь неотъемлемая часть богослужения, разные звоны, там, лаговест, который собирает на службу, перезвон, перебор, который сопровождает, допустим, какие-то трагические моменты человеческой жизни, это похороны, отпевания, или там вынос креста, допустим, на службе, да, то есть такие печальные моменты. Или трезвон в радостные моменты на Пасху, на Рождество, на службу архиерейские, на службу великих праздников, тоже трезвон – это радостный звон. То есть он несет колокольный звон, в первую очередь, скажем так, утилитарную функцию созыва на богослужение, или рассказы для тех, кто молится дома, да, в окружающих домах, скажем так, в деревнях, а раньше большинство населения жило в деревнях, или храмы были в каждом, скажем так, районе города, и колокольный звон слышен был в каждом доме города, да, напоминание о том, что вот сейчас начинается служение, а сейчас идет определенный момент службы, да, то есть все люди знали это, и, то есть могли тоже даже дома уже вспомнить, хотя стоя даже у плиты, да, готовить, да, помолиться в этот момент. И этот колокольный звон всегда напоминал, естественно, человеку о Боге. Ну, естественно, когда мы слышим колокольный звон, как напоминание о высшей цели нашей жизни, мы всегда соединяемся крестным знаменем, как бы то, сотворяя эту краткую монету. Продолжение следует...